МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ассаляму алейкум, друзья, зрители, читатели. Сейчас я нахожусь в городе Порто-Нова. Это официальная столица Венина. Так же, как в Танзании, тут произошла неурядица со столицей. Решили сделать столицу в другом городе. И почему-то ничего там не вышло. Правительство, учреждения и посольства все остались в самом крупном городе Катану. В Танзании такая же ситуация. Так что столица Порто-Нова чисто формально. Столица осмотреть тут, конечно, не так уж и много чего есть. Вот какая-то фарная статуя. Видимо, тоже с колдовством местным связано что-то. Вот еще одна большая мечеть. Не просто большая, а даже очень большая. А вот и еще один монумент социалистической эпохи. Красная звезда внизу. И наверху на столбе мужик с какой-то лопатой. Друженик с копной растений. Аналог рабочевой колхозницы. Только это колхозник. Вот, оказывается, у него еще и автомат на спине висит у рабочего этого колхозника. Вот из-под звезды монумента виден современный Бенин. В том числе видны труженики, пролетарии и бездельники. Вот ананасы продаются. Апельсины. Арбузы. Вот такие довольно широкие, но несколько облезлые проспекты в столице. Предлагают жареного кролика. Но все же не буду пробовать. На заборе больницы барельеф вскакывающим человеком. Вот такой интересный барельеф. Вот и главный христианский собор столичный. Довольно большой имеется. Вот такой вход в собор с торцевой стороны. Флаги развиваются. Бенинские. Ну, небольшие признаки патриотизма же должны быть в столице. Написано в память десятков миллионов африканских детей, которые были высланы по всему миру в рабство. Вот такой мемориал. Тут же имеется музей. Музей борцов за африканскую свободу. Против колониализма, против рабства. Вот в музее все геронические деятели африканского народа. А это пантеон борцов за общеафриканское дело. В память всех героев и мучеников, погибших и пострадавших за дело африканцев. Это еще один музей. Центр культуры. И здесь картина, изображающая несчастье африканцев, попавших в рабство. Эта тема здесь довольно популярна. Как и в Уиде, тоже много таких устрашающих картинах. Вот какой-то очередной традиционный памятник. И местные движения. Мотоциклист. Даже в самой далекой Африке есть всегда небольшой процент очень состоятельных, богатых людей. И очень приличных домов. Не все живут в хижинах. И сейчас я нахожусь в гостях у американцев, которые тут живут в городе Катану и работают учителями в международной школе. Учат они детей чиновников, детей других богатых граждан и детей иностранцев. Собственно говоря, есть в Катану и такие очень даже шикарные дома. С кондиционерами, с тремя туалетами, с стиральной машиной, с сушильной машиной, с микроволновкой, с генератором на случай отключения электричества. И даже с круглогодичным, круглосуточным Wi-Fi. А Wi-Fi этот стоит 160 долларов в месяц, если вам нужен круглосуточный интернет. Так что не все в хижинах живут. Есть и приличные дома в этом Катану и во всей Африке. Есть свои компьютеры и проектор, даже и все необходимое для цивилизованной жизни. Слуги даже есть. Так что после полугодового путешествия по странам Африки и по самым бедным странам мира, конечно, приятно на пару дней оказаться в чистоте, в комфорте, все постирать, отмыть, зашить. И самое главное, загрузить бесконечные фото-видео в интернет до лучшей сохранности, потому что еще неизвестно, что с ними станет дальше, пока я буду ехать на север, в Нигер, в Сахару, в разные глухие места Африки. Так что благодарю хозяев американцев и Всевышнего дворца, который посылает нам такие небольшие, но очень даже нужные радости. Вот за моей спиной важный атрибут богатого дома – это генератор. Генератор здоровый, метод 3 размером, и еще радужком танк с водой, потому что в любой момент могут отключить электричество и воду, как оно обычно и происходит. Поэтому всегда нужно иметь запас воды, вот он сейчас подкачивается, и запас электричества и лишит топлива в генераторе. Такие генераторы есть в каждом богатом доме, а также в банках, офисах, супермаркетах, всюду, где нужно постоянное электричество. Ну и когда в африканских городах отключают электричество, слышно, что тарахтят такие вот движки в богатых домах, в офисах, банках, и у супермаркетов тоже такие движки есть. Чем богаче город, тем больше таких движков, и вода подкачивается тоже. Очень важно, чтобы все было бесперебойно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова